Представьте на минуту, что вы с сегодняшнего дня свежеисбранный президент большой страны, и вам нужна стратегия. Страна – это система, и в ней много подсистем – политика, экономика, транспорт, здравоохранение, образование и другие подсистемы. Поговорим об образовании. У образования по сравнению с другими подсистемами есть одна особенность – в нём серьёзный результат в масштабах страны можно получить минимум через пять лет. Вы готовы ждать пять лет? Это напоминает анекдоты человека, который никогда не чинил крышу, потому что в сухую погоду это никому не нужно, а в дождь это невозможно. Но ведь мы обычно чиним крышу. Может быть, и образованием в порядке стратегии тоже стоит заняться? Итак, предположим, что мы решили заниматься образованием, несмотря на то, что результаты будут только через пять лет. Итак, что бы мы посоветовали свежеизбранному президенту, если бы он спросил нас про стратегию в образовании? Мы бы дали ему несколько советов. Совет первый. Не спрашивать мнение тех, кто в существующей системе образования занимает важную позицию. Почему? Потому что такой человек постарается сохранить существующую систему образования и свою важную позицию в ней. А такая установка отрезает возможность революционных изменений. Говоря коротко, действовать надо так, как будто никакой системы образования нет, и её надо построить с нуля. Совет второй. Отделить факты от артефактов. Факты – это то, без чего в образовании обойтись нельзя. Дети, родители, учителя, знания. Артефакты – это то, без чего в образовании обойтись можно. Хотя сегодня не получится. Министр, школьные здания, отчётность, единый экзамен. При создании стратегии факты игнорировать нельзя. Артефакты игнорировать обязательно. Как только мы начнём учитывать артефакты, о революционных изменениях можно забыть. Совет третий. Все существующие образовательные институции – детский сад, школы, университет – сложились в докомпьютерную, доинтернетную эпоху. Если ИТ приходит туда, то всё равно остаётся на периферии процесса. Но если начинать с чистого листа, то нужно признать, что часть образовательных практик можно погрузить внутрь ИТ, а часть нельзя. Будем называть эти две системы соответственно ON-система и OFF-система. Например, сдать экзамен по математике вполне можно онлайн, а вот сдать экзамен на вождении автомобиля онлайн нельзя. У ON-системы и OFF-системы разные критерии качества и разные ограничения. Но эффективность и той, и другой системы можно существенно повысить, если обеспечить им ИТ-поддержку, ИТ-среду обитания. Точнее, две среды обитания, две ИТ-платформы. Собственно, в этом и состоит наш главный совет – создание двух ИТ-платформ. Собственно, эти две платформы уже написаны и работают. Осталось вывести их на рынок образовательных практик. Наши следующие серии будут посвящены тому, как работают эти две платформы и какая от них может быть польза рядовому участнику образовательного процесса. Наш слоган – свобода образования через сеть.